Здравствуйте! Я Анастасия Самойлова. Это Информбюро. Программа «Чистых новостей». И вот главные события на эту минуту. Ни квартиры, ни денег. Обманутые дольщики более шести лет борются за свою недвижимость. Сегодня суд вынес очередное решение. Подробности в сюжете Кристины Богдановой. В Международный день здоровья Ставрополь заряжается бодростью и здоровьем на свежем воздухе. Все школьники делают утреннюю зарядку, депутаты бегают и многое другое. Подробности смотрите в сюжете у Анны Кривецкой. Работа на все сто. Сегодня так оценил совместную работу журналистов и МВД Края главный Ставропольский полицейский. Наш шеф-редактор Анастасия Самойлова в числе передовиков со своим специальным репортажем «24 часа в бою». Подробности расскажет Елена Лазарева. Выехать на природу в выходные не получится. Пойдет дождь. Подробнее в конце программы. Нелегкая доля. Сегодня в суде вынесли приговор по делу обманутых дольщиков за желанные квадратные метры. В Ставрополе они отдали свои кровные еще в 2007 году. Однако по сей день нет ни денег, ни квартир. В запутанной ситуации разбиралась Кристина Богданова. Вот на этом месте еще пять лет назад должен был быть даже не жилой дом, а целый жилой комплекс с красивым названием «Радуга». Однако после покупки здесь квадратных метров жизнь дольщиков радужной быть перестала. Одна из таких горя жильцов Людмила в 2007 году, как ей казалось, приобрела желанные квадратные метры. Чтобы вложить в строительство необходимую сумму денег, а это около двух миллионов рублей, женщине пришлось продать крохотную однушку, в которой она жила вместе с дочерью. Вложила все последние деньги в это строительство. На данный момент я и мой ребенок являемся бомжами, так как в наличии у нас собственности нет. Уже спустя год Людмила поняла, квартиры вряд ли дождется, и обратилась в суд. Как казалось, земельный участок, на котором осуществлялось строительство, строительная фирма арендовала у Нека Чернышовой. Она же после начала строительства его продала другой фирме. После этого строительство прекратилось, и никакой компенсации Людмиле, как и еще 21 дольщику, получить не удалось. Череда судебных разбирательств к результатам не привела. Сейчас обманутые люди совместно с строительной фирмой обвиняют мошенничество Чернышову, ведь никаких прав собственности, по их словам, у нее не было. Однако суд посчитал иначе. Суд приговорил оправдать Чернышову Любову Александровну по предъявленному обвинению. Позор. Никакой власти. Не стыдно вам, а? Правосудие. Какое правосудие? Чернышова поспешила и сдала сюда уйти как можно быстрее, но адвокат обвиняемый пояснил, его подзащитное точно ни при чем. Деньги прикарманила строительная фирма. Я полагаю, что должны задаваться вопросы директору, поскольку он без отсутствия, без наличия разрешительных правоустановочных документов осуществлял строительство. В строительной фирме разводят руками, ведь деньги дольщиков, по их версии, действительно ушли в строительство. Складывал денежные средства в строительство именно данного объекта недвижимости по индустриальной 50. Это и бухгалтерские документы, и в том числе и свидетельские показания, показания тех работников, которые осуществляли работы на данном объекте недвижимости. Закончить стройку не вышло. Участок продали, и строительная фирма никак не могла повлиять на ситуацию. Между тем, после приговора суда, Людмила вновь вернулась на съемную квартиру. Вердикт для нее прозвучал как приговор. Когда она вернет потраченные средства и вернет ли вообще, пока неизвестно. Кристина Богданова, Олег Байкулов, Информбюро. Дело на миллионы рублей сегодня вновь рассматривал Краевой суд. Приговор по делу о крупных хищениях в Финансовом управлении Минобороны России по краю ранее переносился несколько раз в связи с болезнью обвиняемой, бывшего ведущего экономиста ведомства Лидии Пятницкой. Сегодня ей, Виталию Кудряшову, суд все-таки вынес приговор. Елена Лазарева с подробностями. Сегодня на скамье подсудимых оказались еще два фигуранта громкого дела по хищению денег Управления финансового обеспечения Минобороны России по краю. Виталий Кудряшов и Лидия Пятницкая, бывшие экономисты отдела по расчетам с личным составом, их обвиняют в хищении 7 миллионов рублей. В Пятницкой и Лидии Пятницкой признать виновным в совершении преступления, предусмотренном пунктом Б, части 4 статьи 158 ГК РФ и назначить ее наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей без ограничения свободы. В соответствии с статьей 73 назначение наказания в статье условным в виде испытательного срока в размере 3 лет. Кудряшову Виталию Владимировичу признать виновным в совершении преступления, предусмотренном пунктом Б, части 4 статьи 158 ГК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием в наказании в колонии поселения. Виталий Кудряшов и Лидия Пятницкая свою вину полностью признают и раскаиваются в своих действиях. Удовлетворены ли приговором адвокаты или наоборот будут его обжаловать, осталось неизвестным. Бывших экономистов признали виновными в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Действовали мошенники по следующей схеме. В премиальный реестр для начисления денег они вписывали данные реальных военных. Но о начисленных премиях военнослужащие ничего не знали. Банковские карты, куда приходили деньги, были в распоряжении бухгалтерии. Экономисты снимали с банковских карт большие суммы. Это видно на этих кадрах. Видеокамеры банкоматов и стали одним из доказательств. Деньги напрямую шли в карманы бывших работников. Этот приговор станет последним в серии уголовных дел против бывших сотрудников финансового управления Минобороны России по краю. Ранее осудили еще шесть человек. Уже доказано, что бывшие работники присвоили больше 70 миллионов рублей. Елена Лазарева, Николай Попов, Александр Колодко, Информбюро. На все сто сегодня так оценил совместную работу журналистов и полицейских Александр Олдак. Акулы-пера оставили на время свои блокноты, микрофоны и диктофоны. И стали на один день полицейскими, участковыми, следователями и даже бойцами ОМОНа. Сегодня подвели итоги акции и назвали лучшие материалы, опубликованные в СМИ. Смотрим. Это кадры специального репортажа «24 часа в бою». Материал о том, как журналист ровно на сутки стал бойцом ОМОНа. Корреспондент нашей телекомпании Анастасия Самолова надела форму и берцы. И на целый день забыла о своей привычной профессии. Была возможность надеть форму и прокатиться в бутылке, когда не без помощи бойцов мне приходилось туда спускаться. Но все, что мне надо было от этой съемки, я получила. И было действительно интересно. Мне даже кажется, если бы я родилась мальчиком, мне бы хотелось, наверное, служить в ОМОНе. Потому что, ну, сложно, достаточно сложно, потому что после съемок мы пришли, и я просто легла спать. В Главном управлении МВД по краю подвели итоги конкурса «Профессия полицейский». Журналистов со всего региона внедряли во все структуры. Акулы и пера становились следователями, гаишниками и участковыми. Цель – объективно написать о работе полицейских изнутри. В СМИ вышло больше 800 материалов. Сейчас в зале журналисты, которые попали в десятку лучших. Главный полицейский край Александр Олдак отметил, теперь журналистов можно по праву называть коллегами. Ведь каждый из них вкусил все прелести работы полицейского. Говорите, пишите истину, она будет людьми востребована. Это будет нашим соображенным интересно. Я благодарен каждому из вас за то, что вы показали, написали о сотрудниках ОМОН, о сотрудниках ГИБДД, об экспертах, о дежурных частях, о работниках ПДН, об участковой службе полиции, о следствии, о дознании. Это людям приятно, несомненно. Это приятно родным, близким наших сотрудников. В зале звучало – сотрудничать нужно продолжать. И уже через пару месяцев журналистов вновь пригласят на временную работу в органы. Елена Лазарева, Николай Попов, Информбюро. Международный день здоровья. Весь Ставрополь заряжался бодростью и энергией на свежем воздухе. Сегодня школьники все вместе делали утреннюю зарядку. Спортсмены участвовали в различных соревнованиях. Рабочие на своих предприятиях тоже устроили физкультминутки. И даже депутаты пробежались перед работой. На Дне здоровья побывала Анна Кривецкая. Сегодня сотни ребят школьную форму сменили на спортивную, оставили портфели дома и вышли на утреннюю зарядку на площадь Ленина. Дружно прыгали, приседали и школьники младших классов, и ребята постарше. Настя со своими подругами в первых рядах. Девушка рассказывает, что и к такому мероприятию тоже нужна подготовка, ведь добиться синхронности в движениях с таким количеством людей сложно. Девчонки признались, сами утром зарядку не делают, но вечерние часы посвящают спорту. Люди должны заниматься спортом, чтобы поддерживать свое здоровье, и чтобы организм был в хорошей форме, и тело тоже. Поэтому я считаю, что все должны заниматься каким-то спортом. А провела такую зарядку заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике Наталья Крыжановская. Она отметила, Ставрополь – спортивный город. И самое главное, что столько всего разнообразия, столько всего, что даже не можешь остановить конкретный выбор на чем-то. Спортивный город очень хороший, ласковый, нежный и зеленый. Такие масштабные спортивные мероприятия нужны для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровья в жизни каждого. Этим мы хотели показать и призвать и горожан, и других участников, ну, жителей к здоровому, активному образу жизни. Как в народе говорят, здоровья не купишь. А значит, здоровье в наших руках, и мы его должны держать крепко, чтобы не потерять. Надели спортивные костюмы и депутаты, оставив на время рабочие места. Вместе со студентами Краевого центра устроили пробежку. Хоть дистанция была не очень большой, абсолютно все бегуны получили заряд энергии. Глава Ставрополя Георгий Калягин и городской депутат Евгений Пятак решили бежать бок о бок и не отставать друг от друга. Кстати, Евгений без спорта себя не представляет. За его плечами уже тысяча прыжков с парашютом. Всем нужно заниматься спортом, а Ставрополь должен быть лидером в этом направлении. Мы должны показывать всем пример, и за нами все должны идти. Вот это самое главное. Все должно быть на личном примере. Притом не успеваешь за ними, они так быстро вместо пробежки не устроили бег. Студенты с радостью пробежались с властями, и некоторые из молодых остались позади. Нас перегнали они. Но вы все равно футболе породили. На мяч и ворота. Да, на мяч и ворота и все. На утреннюю пробежку все участники собрались выходить каждый день. Главное, чтобы силы воли хватило. Анна Кривецкая, Александр Колодко, Информбюро. Приготовить 20 вкусных и полезных блюд из заграничного числа продуктов, да еще и из тех, что входят в состав потребительской корзины, оказывается, это просто, если подойти к делу творчески. В гимназии номер 12 Краевого центра прошел первый кулинарный поединок. На борьбу с овощами, фруктами и конкурентами вышли городской совет отцов, повары-профессионалы и даже шестиклассники. Им всем удалось доказать, готовить могут все. А потребительская корзина, даже если по условиям конкурса из нее убрали некоторые компоненты, полна витаминов и разных вкусностей. Набор продуктов был дан самых-самых здоровых, которые используются в детском питании и должны использоваться в детском питании. Если на первый взгляд нам кажется, что какой-то продукт не использован, то это еще не значит, что это соответствует действительности. Это эти блюда с секретом. Все очень старались, все взрослые и дети, показать все свои умения. Поэтому я думаю, что этот конкурс, он такой отклик недаром получил и в детской аудитории, и во взрослой. Здесь было очень много выдумки. Я думаю, мы узнаем много интересного. А вы следите за своим здоровьем. Бегаете ли по утрам, питаетесь только правильной пищей и спите по 8 часов в день? Мы спросили людей на улицах, смотрим «Вопрос дня». Пытаюсь правильно питаться, а так вообще в летний сезон бегаю. Не бьем. Не курите, не бьете. А бегаете или спортом занимаетесь, или планируете, может быть? Ну и сдадим экзамен и будем. Бегаем, сходим в спортивный зал. А за питанием как-нибудь следишь? Да. Мы как раз недавно ночевали, за весны, чтобы потянуться, ограничивая себя в еде. Скажите, а вы за здоровым образом жизни как-нибудь следите или пока не получается? Нет, пока не получается. Ну, нужно бегать, заниматься, потягиваться. Никак не следую. Но планируете? Возможно, в будущем. Пока не прижалимся. Я комплекс упражнений скачала для себя и разработала программу и занимаюсь. Молодец. А за питанием тоже, наверное, следишь? А с этим хуже. Конечно. Бегаете? Чуть-чуть. Чуть-чуть бегаете. А за питанием как-то следите, нет? Нет. За питанием следите, только бегаете? Нет, только бегаем. Держу, занимаюсь. А каким? Легкой атлетикой. Конечно, бегаем каждое утро по утрам. А питанию много времени уделяете? Да, не особо как-то. То есть не задумывается? Ну, питамины, конечно, кушаем, да. Ничего, мы просто правильно питаемся. На роликах питаемся, да. На роликах питаемся, да. И питаемся, да. И велосипед, да? Да. Спорт. Да, неправильно. Руку-то, овощи. А спорт какой-то? Фитнес или бегающий? Нет, бегаем по вечерам. Слежу, обязательные тренировки, то есть занятия, тренажеры, круги. Все, обязательно я слежу за фигурой, тем более сейчас лето, день здоровья готовы обязательно. Конечно. А как? Бегаете? Да, бегаю, не курю, не пью. Танцы, рукопашный бой. Бегаем, бегаем. Все, что можем, делаем. Да, я сама медработник, поэтому стараюсь следить за здоровым. То есть правильное питание, да, у вас? Ну да, да. А сейчас мы уходим на небольшой рекламный перерыв, а сразу после него. Сколько детей-сирот на Ставрополье? Правда ли, что детские дома закрываются? И действительно ли можно оформить документы на усыновление за 7 дней? Не переключайте. Во время рекламы к нам присоединилась Галина Серафимовна Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края. Галина Серафимовна, здравствуйте. Здравствуйте, Настя. И тема, о которой мы поговорим сегодня, это дети, которые почему-то остались без попечения родителей. По той или иной причине. Вот сколько детей-сирот на Ставрополе и сегодня? В настоящее время на территории Ставропольского края проживает 10 тысяч 18 детей, сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей. Но основная масса, это 8 360 детей проживают в семьях опекунов, приемных родителей, усыновителей. И только чуть более тысячи детей находятся в государственных учреждениях для детей-сирот. Мы их называем детские дома. Я знаю, что сейчас детские дома закрывают. Это так? Это так. Это действительно так. Мы видим, что наши граждане Российской Федерации, Ставропольского края, все-таки активные люди. Они понимают проблему. И обращаются в Министерство образования, в органы опеки и попечительства. И хотят помочь детям, взять их на воспитание в семью. Поэтому мы это приветствуем. И наша задача, конечно же, ребенку нужна семья. Это самая главная наша забота и задача, которая стоит перед Министерством образования, перед органами опеки и попечительства, которые находятся в органах местного самоуправления. В каждом районе у нас есть органы опеки и попечительства. Поэтому мы эту работу развиваем. У нас ежегодно увеличивается число детей, которые мы передаем замещающей семье. И поэтому мы, естественно, освобождаются места в детских домах. И мы их закрываем. С 2008 года у нас закрыто 9 детских домов. Планируем эту работу делать ежегодно по одному детскому дому. Вот если говорить о усыновлении, это же очень такая процедура, очень долгая, трудная. Вот что нужно, если мы говорим о том, что хотим взять малыша в семью? И вот что для этого нужно? Какие инстанции пройти? Самое главное, когда к нам приходят кандидаты в усыновители, мы говорим, самое главное для вас желание стать родителями. И некоторые кандидаты в усыновители эту процедуру проходят очень быстро. Собрать документы не такая сложная проблема. Тем более принято постановление правительства Российской Федерации в 14 февраля, принято это постановление, упрощающую процедуру сбора документов конкретно для усыновителей. Процедура не длительная, но процедура усыновления проходит, естественно, только через суд. Районные суды по месту жительства ребенка определяют судьбу ребенка. Но органы опеки помогают усыновителям, они помогают собрать соответствующий пакет документов, и уже в суде это быстро проходит. Поэтому я могу привести такой срок. От 7 дней в случае сдачи документов до 2 месяцев. Вот такая процедура с момента сбора документов. Но либо ты усыновитель, или ты желаешь взять под опеку, или в приемную семью, или в патронатную семью. В любом случае с 1 сентября 2012 года законодатель Российской Федерации приняли решение, что посторонние граждане, усыновляющие детей, или желающие взять в замещающую семью ребенка сироту, должны пройти подготовку в школах приемных родителей. Это стало обязательно территорией Российской Федерации. Мы школу приемных родителей открыли еще в 2009 году, потому что поняли, что нашим потенциальным усыновителям, опекунам, приемным родителям необходимы определенные знания. Знания психолога, знания юриста, медицинских работников, социальных работников. Не для того, чтобы их подучить, научить, а оказать им помощь. Рассказать им в том, с какими проблемами они могут столкнуться, какие могут возникнуть ситуации в различных возрастных категориях. Дети растут, и они меняются. Естественно, у них возникают определенные потребности, они становятся личностями, и необходимо им оказывать тоже своеобразную помощь. И мы, школы приемных родителей, уже с 2013 года перевели в режим не только научить кандидатов в опекунные приемные родители-усыновители, но и продолжить работу с ними после того, когда ребенок попадет к ним в семью. Если у них возникнут вопросы, они могут обратиться туда же, им будет оказана определенная помощь. Мы называем это теперь службой психолого-педагогического сопровождения замещающей семьи. И для нас это очень важно. Для того, чтобы ребенок после того, как будет в семье, не был возвращен по каким-либо причинам снова в детский дом. Мы называем это понятие вторичным сиротством. Мы считаем, что это очень большая психологическая травма, если ребенок будет второй раз возвращен в детский дом. Поэтому мы хотим избежать этих ошибок. И предупреждаем всех кандидатов-усыновителей, в приемные родители о том, что не надо бояться проблем, которые будут возникать. Мы готовы, и у нас есть служба для того, чтобы помочь справиться с какой-либо ситуацией, возникшей у вас в семье. Если вот малыша усыновляет, он отлично ладит с родителями, родители с ним, это можно сказать хэппи-энд. Но есть же и такие дети, которые до 18 лет остаются в детских домах. Вот и в 18 лет они выходят на свободу, на улицу, вернее. Они абсолютно, может быть, не подготовлены в каких-то вопросах. Вот на что они могут рассчитывать, на какую господдержку, на какие-то субсидии, на что они могут рассчитывать по выходу из детского дома? Законодательство Российской Федерации, законодательство Ставропольского края позволяет детям пользоваться последующим поддержкой государства. При поступлении в высшие учебные заведения, учреждения среднего профессионального, в учреждении начального профессионального образования, дети зачисляются на полное государственное обеспечение. Их полностью содержат, питают, одевают. Им предоставляются бесплатные учебники, им предоставляется летний отдых или санаторно-курортное лечение, если требуется на то, по медицинским показаниям. Поэтому государство не оставляет их в беде. И, кроме того, они могут получить два образования бесплатно. Начальное профессиональное, среднее профессиональное, среднее профессиональное, высшее образование. Ребята могут воспользоваться услугами и управлений, и служб по занятости в территориях. После окончания они могут обратиться, туда им могут быть предложены вакантные места. И в случае, если таких мест не окажется, им будет оказана государственная материальная помощь, и достаточно приличная. Более 18 тысяч они получают пособие по безработице. Это хорошая, солидная сумма. Центр предложит им пройти переподготовку, перепрофилирование и трудоустроить их. Или переучить их в той профессии, которая востребована. Но самое главное для нас социальная защищенность, их, конечно, самое главное, мы считаем, это обеспечить их жилье. А мы считаем, войти в свой дом после того, как они получили профессию, можно теперь спокойно создать семью, родить детей. И самое главное, не оставить их больше. Вот наша самая главная задача, чтобы дети не повторили тех ошибок, которые были совершены их родителями. Спасибо за интересную беседу. Думаю, вы к нам придете еще и не раз. Мы продолжим с вами сотрудничать. Спасибо, Настя. Маша знает о погоде лучше других. Есть слово. Маш, будет тепло и удастся ли мне на выходных покататься на велосипеде? Рассказывай. В побережье Хабаровского края приближается циклон. Он обрушит сильные осадки с порывистым ветром до 22 метров в секунду. О погоде в крае я расскажу вам прямо сейчас. Завтра в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем плюс 15, вечером плюс 9. В Нинамыске пасмурно, временами дождь. Днем плюс 16, вечером плюс 8. В Пятигорске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем 14, вечером 9 градусов выше 0. В Светлограде пасмурно, возможны осадки. Днем плюс 17, вечером плюс 10. В Георгиевске облачно, небольшой дождь. Днем плюс 18, вечером плюс 8. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы. Все видеопрограммы вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv. Заходите, комментируйте, делитесь нашими материалами в соцсетях. Телефон редакции в Ставрополе 351345. Звоните, и мы обязательно откликнемся. А с вами была Анастасия Самойлова. До свидания.